Диабло 3 Диабло 3 Мы совершенно уверены, что многие из вас помнят ранние 2000-е. Вторая часть Диабло была еще свежа, а просторы безумно фэнтезийного мира, созданного Blizzard, были изведаны еще не до конца. Ведь вы помните бесконечные забеги, подразумевающие зачистку одной и той же локации с целью поиска особо редких вещей? Когда в компании друзей вы могли похвастаться тем, что выбили из такой-то сволочи шипастый топор холода замораживания отравления, с такими высокими характеристиками, что все вокруг разевали рты. Вторая Диабло была игрой на века. Теперь вопрос лишь в том, станет ли таковой третья часть? Наш ответ однозначен – станет. Несмотря на ряд оговорок, Диабло 3 заслужила свое место в пантеоне лучших игр компании Blizzard. Почему? Все очень просто. Третья часть игры все еще способна вызвать те самые каноничные эмоции, которые мы могли ощущать 12 лет тому назад. Однако, для начала остановимся на вышеупомянутых оговорках. Итак, давайте вспомним основные моменты предыдущих частей Диабло. Те самые, которые сделали ей имя. Это, во-первых, простая, но до боли осмотрительная система развития персонажа. Билды героев следовало продумывать заранее. И нередки были ситуации, когда в середине игры приходило понимание того, что все было зря и все придется начинать сначала. Вторая ключевая фишка серии – уже упомянутые бесконечные забеги в поисках особо редких вещей. Можно было сутками истреблять мобов, не получая за это абсолютно ничего, благодаря вездесущему рандому. И это было замечательно. А теперь, внимание, в третьей части игры оба этих элемента исчезли. Да, вы не ослышались, их больше нет. Это, пожалуй, станет главным камнем преткновения в среде фанатов серии. Диабло 3 лишилась классических очков атрибутов вроде силы, ловкости, разума и прочего. Теперь с каждым заработанным уровнем все герои одного класса открывают одни и те же скиллы. Пассивные, либо активные. Автоматически. Без любого древа умений. Лишь по порядку. Как так? Спросите вы. Какого черта? И будете совершенно правы в своем первоначальном несогласии. Решение этого для Blizzard было весьма смелым. Однако отнюдь не фатальным. Разработчики игры избавились от одного ее свойства. Если раньше для создания нового персонажа того же класса необходимо было создать нового героя, то теперь можно обойтись и без этого. Говоря проще, одного варвара будет достаточно для того, чтобы испробовать все возможные билды варваров в игре. Как так? Очень просто. Несмотря на то, что череда открытия умений для всех игроков одинакова, каждый из них волен сам выбирать те, которые герой будет использовать во время игры. Кроме того, каждый скилл может быть улучшен так называемой руной, которая может коренным образом изменить саму его суть. По сути, каждый скилл может иметь несколько абсолютно разных вариаций. А скиллов здесь немало. Это нововведение не смутит современных игроков, однако может показаться довольно большим упрощением для тех, кто играл в Диабло еще 10 лет назад. Поначалу так показалось и нам. Однако после более глубокого анализа игры мы спешим заверить всех наших слушателей. Не бойтесь. Игра все еще достаточно сложна. Да, теперь запороть персонажа вы не сможете. Но с другой стороны, оно вам надо? К слову, синглплеер Диабло 3 задуман так, чтобы найти применение всем умениям абсолютно каждого персонажа. Это в первую очередь достигается за счет разнообразия противников. Все наши враги ведут себя абсолютно по-разному, а их разнообразие и вовсе не знает границ. Здесь Близзард потрудились на славу. В предыдущих частях серии многим был важен не только процесс постоянного истребления мобов. Люди также ценили атмосферу игры. Суровый, как говорится, гримдарк. Думаем, все помнят опасения по поводу того, что Диабло 3 будет выглядеть излишне мультяшной. Что ж, что-то из этих опасений все же оправдалось. Третья часть действительно во многом походит на пресловутый Warcraft. Однако, на наш скромный взгляд, все же выглядит более мрачно. Но это не самое главное. Практически каждая игровая локация притягивает к себе внимание. Местности в Диабло 3 очень, очень красивые. Игра наделена замечательным дизайном. На таком же уровне находится и звуковое сопровождение. Знакомые гитарные переборы и звук рассыпающихся монеток из второй части навевают ностальгические слезы. Однако, самое интересное начинается тогда, когда дело доходит до рубки монстров. Здесь Диабло 3 превзошла предшественниц на целую голову. Валить мобов здесь – настоящее наслаждение. Враги не только используют разные тактики, но и весьма красиво умирают, разлетаясь в мелкие, не очень мелкие клочки. Если отбросить все разглагольствования, то в 3-й Диабло нас ждет постоянное, нескончаемое, тотальное месиво, выполненное на весьма и весьма высоком уровне. Обращает всю эту радость лишь наличие внутриигрового аукциона. На наш взгляд, именно он повинен в том, что из игры постепенно исчезает дух манчкинства в поисках самой лучшей шмотки. Все, что вам нужно, можно купить прямо на аукционе, замазолив свой пальчик на кнопочке «Buy Out». Нам это признаться не по душе. Впрочем, широкая аудитория радуется и аукциону, так что Blizzard, похоже, и здесь не прогадала. Повторим еще раз. Диабло 3 все еще приносит то самое удовлетворение, что и предыдущие части. Будьте уверены. Удачи и до встречи на Playground.ru!